Пятый канал представляет Смотри, ну да, видишь, как круто, тут и бассейн есть Что, занято? Ну как, что я здесь делаю, не видишь, что ли, плаваю? Ты как сюда попал? Ой, извините, пожалуйста Ну пошла вон на Халку Просто мой брат Какой еще брат, убирайся отсюда, пока я полицию не вызвал Варя поссорилась с матерью и сбежала к старшему брату Павлу в большой город Он работал водителем в богатой семье Ты чего тут сидишь? Ты еще здесь? Я же велел тебе убираться Не понимаю, как эта девица попала на территорию Борис Петрович, это моя сестра Знаешь, Павел, кто тебе позволил приводить ее в наш дом? Я сейчас сама мужу все объясню Боренька, я забыла тебя предупредить Познакомься, пожалуйста, Варя, наша новая домработница Замечательно Только что она делала в нашем бассейне? Бассейн? Варвара Марина Андреевна, я с ней сейчас разберусь Дорогой, ты же помнишь, что наша предыдущая домработница получила наследство и уехала? Ты что, Варька, совсем сдурела? Паш, ну я... Я устроил тебя к людям, у которых работаю уже семь лет, без единого нарекания, а ты... Ну прости, пожалуйста, ну что я такого сделала? Ну я не хотела Где твои вещи? Там, в прихожей Тащи их быстро сюда Зачем? Домой поедешь, к матери, в поселок В то утро, уезжая, брат велел мне сидеть на кухне и никуда не высовываться Но я не смогла сдержать своего любопытства и начала бродить по дому Увидела бассейн и мне очень захотелось поплавать Ну, я же не знала, что хозяин дома Потом я чуть ли не на коленях умоляла брата не отправлять меня домой И, к счастью, в конце концов он согласился Они вместе с хозяйкой уговорили ее мужа простить меня И отныне я дала брату слово, что буду вести себя тише воды, ниже травы Борис Петрович, мне Марина Андреевна велела у вас пыль вытереть А я говорю, здесь не надо убирать Но, Марина Андреевна... Ты что, не слышишь? Разве хозяйка тебе не сказала, что мне нельзя беспокоить? Я простыл, у меня температура Хорошо, извините, я не буду убирать Спасибо большое Ну, можно я войду? Я сказал, дверь закрой с другой стороны Борис Петрович, я вам травку заварила, мятость, чабрецов Нужно мне никакой травки, только тишина и покой Знаете, я все равно на тумбочку вам поставлю и уйду Вы, если не хотите, не пейте Вот только у нас в деревне это чудо-отвар Сразу завтра же на ноги встаньте Сами увидите Как там тебя? Варя Раз уж ты все равно тут, подай мне плед Вон там Спасибо Не убирайте пора, я пойду В тот сезон ходил жуткий грипп И я, простыв, чувствовал себя пропущенный через мясорубку Сил не было даже встать с кровати Я пытался поспать, но не получалось Слышал, как Варя пылесосит, гремит посудой Меня это очень раздражало Я не понимал, зачем жене понадобилось брать на работу такую дуреху Но спорить с Марией не стал Знал, это бесполезно А потом даже порадовался, что Марина, уехав, оставила Варю в доме Смотреть на эту хорошенькую девчонку было приятно И мне даже полегчало А тебе какие книги нравятся? Да я не особо много читала Только по школьной программе и то краткое содержание в интернете А как же стихи? Стихи? А это легко, их наизусть надо было учить У меня память хорошая Хорошая говоришь? Тогда скажи, кто это написал? Я здесь и в зилье Я здесь под окном Объято севилье И мраком, и сном Исполнен отвагой Окутан плащом С гитарой и шпагой Я здесь под окном Вы меня подловить хотели, да? С чего ты взяла? Ну, потому что никакие это не стихи А что же это тогда? Ну как что? Это же песня из фильма Она там еще под гитару поется Ну, автор слов у песни-то есть? Ну, не обязательно Может быть, она народная Эх ты, это же Пушкин А, да? Ну, и подумаешь Знаете, без этого вашего Пушкина Еще никто не умирал А я знаете, как умею борщ варить? Пальчики оближете Да ты не обижайся Я ничего такого не имел в виду За время болезни Я постепенно привык к Варе Она была такая открытая И непосредственная Моя жена целыми днями Пропадала в галерее Иногда даже не приезжала ночевать Оставалась в нашей городской квартире И разговоры с Варей Скрашивали мне одиночество Обидно только было Что девчонка такая дремучая В какой-то момент я подумал А почему бы мне не попытаться Сделать из нее человека? Что это ты каждый день полы намываешь? Ну, а как же? Надо, чтобы чисто было Да вроде пачкать-то некому Уже два дня вдвоем кукуем Ты да я, да мы с тобой А вдруг Марина Андреевна Приедет внезапно И сердиться будет Ой, я вам мешаю? Да нет Вот, книгу тебе принес Почитай на досуге Ну, я же говорила, что книги Не очень привыкла читать Начать никогда не поздно Давай-давай, бери Да, ну, хорошо, спасибо 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 Эй, ты чего? Что случилось? Да нет, ничего Борис Петрович, вы мне такую книгу дали Тебе что, не понравилось? Да нет, что вы Мне очень понравилось Вы знаете, я как перед сном Открыла первую страницу Я просто не могла оторваться Я все ноль читала Значит, увлеклась Да, не то слово Я даже представить не могла Что можно так писать Вы представляете, все как наяву Ну, правда, там такой грустный конец Ну, ну Не переживай Эй, Варюха, ты где? Борис Петрович, добрый день Марина Андреевна приехала Замечательно Значит, сейчас обедать будем Ты чего это тут с хозяином делала? Ничего не делала Книжку обсуждали Он мне дал почитать Смотри мне, Варвара Паш, ты о чем? Нам с тобой нужно знать свое место Мне тоже, Марина Андреевна Знаешь, как нравится? Но я держу себя в руках Вот и ты должна Я о таком даже и не думала Вот ты не думай 19-летняя Варя устроилась в домработницей И решила поплавать в бассейне хозяев Борис прогнал ее Узнав, что Варя сестра их с женой водителя Павла Борис согласился ее оставить Борис решил заняться развитием Варе И предложил прочитать книгу Книга довела Варю до слез Утешая, Борис поцеловал девушку Павел заподозрил неладное И потребовал, чтобы сестра знала свое место Я тогда растерялась Подумала, неужели брат что-то заметил Да, я просто балдела от хозяина Он был такой умный Столько всего знал Ну, для меня открывался просто целый мир Я даже передумала поступать в гостиничный технику И решила податься в педагогический колледж Ну, выучиться хотя бы на учительнице младших классов А тот поцелуй... Я не знаю, ну, меня будто бы что-то толкнуло к Борису Петровичу А он... Ну, я ни на секунду не верила, что он отнесся к этому серьезно Субтитры сделал DimaTorzok Уезжает Уезжает Я и сам не понимал, что на меня нашло Видимо, просто не устоял перед Вариной молодостью, свежестью Восхищением в ее глазах Мы стали близки Меня мучила совесть Я не собирался изменять жене Да и прятаться по углам Было противно Но я испытывал такую страсть, что Пользовался любой возможностью, чтобы остаться с Варей наедине Тем более, что Марина по-прежнему редко появлялась дома А иногда даже уезжала по делам в своей галерее на несколько дней Ну что, поехали? Ой, постой Что такое? Дай-ка мне мою сумку Забыли что-нибудь? Сейчас проверим Ну, конечно, так и есть Забыла самую важную папку Без нее, в принципе, вообще можно не ехать Хорошо, что вовремя вспомнила Да Паш, сгоняешь? Конечно Она в спальне, красная такая Понял Я мигом Давай, ждем Варька Ах ты, паршивка Марина Андреевна, такая хорошая женщина А ты, тварь неблагодарная Паша, пусти меня, пожалуйста Павел, а что у вас здесь такое происходит, а? Марина Андреевна, я Моя сестра пыталась тащить ваши сережки Ты же за нее поручилась Простите меня, Марина Андреевна Ну, в таком случае Твоя сестра уволена А где папка? Я про все забыл, когда выезжала Это черт знает, что такое происходит Тебе красная папка нужна? А ты куда вообще смотрел? На твоих глазах девчонка ворует Я схожу за папкой Быстрее, пожалуйста, Павел, в машину И приведи себя в порядок, что ли Мы с хозяйкой уезжаем на неделю А ты убирайся отсюда Сию же минуту Мне было так обидно Мало того, что брат выставил меня воровкой Да еще и отругал на глазах у хозяина Как какую-то малолетнюю девчонку Но знаете, больше всего я переживала Из-за того, что Борис Петрович все видел и слышал Но даже не пытался за меня вступиться После этого я и сама не хотела Оставаться в этом доме ни на секунду Варя Пропустите! Ну, уходи Я уволена, разве вы не слышали? И, между прочим, за вас Ты обиделась? Ну, прости меня Ну, что мне теперь делать? Я не хочу возвращаться в этот поселок Так оставайся Нет У нас с тобой целая неделя Нам никто не помешает А потом? Я не хочу об этом думать Пойми, я не могу без тебя И ты меня хочешь Я же вижу Мне было очень стыдно Ведь Варе пришлось отдуваться за нас обоих Но что я мог сказать в ее защиту Что она не крала Марининых сережек А спала со мной Хорошо, что это Павел А не жена Застукала нас в постели В глубине души я понимал Что мне нужно оставить Варю Ради нее же самой Но я совершенно потерял голову И не представлял Как расстанусь с Варей Где ты плавать научилась? Настоящая русалка Да Это у нас в деревне Речка была и течение очень сильно И мы всегда с девчонками наперегонки плавали Все Попалась Теперь не отпущу А давай прямо здесь Какая милая картина Ну и как прикажешь это понимать Значит ты вот так Без меня время проводишь Ты просто жалкий кобель Что? Местца свежего захотелось, да? Марин, я... Оденься Потом поговорим По протекции брата Павла 19-летняя Варя устроилась домработницей к Марине Сазоновой Муж Марины Борис Часто оставался в коттедже наедине с Варей И в конце концов влюбился Варя ответила хозяину взаимностью Их охватила страсть Павел застал сестру в постели Бориса Хозяйке он сказал, что Варя пыталась ее обокрасть Марина уволила Варю Но Борис уговорил любовницу остаться Увлеченные друг другом Они забыли об осторожности Марина приехала, когда Борис и Варя целовались в бассейне В тот же день я уехала к матери в деревню А через неделю поняла, что беременна Мои попытки дозвониться до Бориса были безуспешны Видимо, жена простила ему измену И он пообещал ей больше со мной не видеться Я не знала, что делать Я обо всем рассказала маме Но она сказала мне делать аборт Но я очень боялась Мне было страшно Да и ребеночка жалко В конце концов, я решила поехать к брату за советом Узнав о моей беременности, Паша пришел в ярость Привет Привет, как дела? Спасибо, хорошо, только устал Очень Скажи, ты, наверное, с сестрой-то общаешься? Само собой Ну и как она поживает? Зачем вам это знать? Как спрашивай, значит нужно Знаете что, Борис Петрович? Я усложал, а вы... Эй, потише Не тебе меня воспитывать А вы знаете, что Варька беременна? Как? А так! Ревет с утра до ночи Мать ее пилит, заставляет аборт делать Короче, спасибо вам, Борис Петрович Какие интересные новости Только не говори мне теперь, пожалуйста Что ты обязан на ней жениться Но ребенок... Да, ребенок И что? Нужно было головой думать, а не... Марина Мы с тобой уже об этом говорили Да Я не устоял Надо было быть круглым идиотом Чтобы подумать, что эта девка прыгнула к тебе в постель Из-за любви Пожалуйста, и начинай Наверняка она решила, что все это Принадлежит тебе Откуда ты знаешь, что она решила? Знаю Ты же ей не сказала о том, что ты не разорился Только благодаря тому, что мой папа тебя поддерживает А тебе, конечно, доставляет удовольствие Лишний раз мне об этом напомнить Да Потому что это правда И ты об этом знаешь Да-да Это правда Как бы то ни было Варя беременна Значит так Заруби себе на носу Добровольно развод я тебе не дам Марина, давай ты успокоишься И мы обо всем поговорим А о чем говорить? Хочешь развод? Подавай в суд Только я буду требовать раздела имущества И тогда посмотрим, с чем ты останешься И как ты будешь жить Без поддержки моего отца Новость о беременности Варе Застала меня врасплох Первым моим порывом было признать ребенка Но с отъездом Варе Моя страсть к ней поутихла Я подумал, что скорее всего Марина права Что могла мне дать эта глупенькая Молоденькая девочка Кроме своего прекрасного юного тела С женой меня связывало многое Если не все Я не к вам приехала Мне ваш муж прислал сообщение Нет Это я написала с его номера телефона Зачем? Сейчас узнаешь Скажите, что вам от меня нужно? Садись Я знаю, что ты беременна Кто вам это сказал? Паша? Да Ты беременна от моего мужа Да? И что? То, что аборт делать очень опасно Можно потом на всю жизнь остаться бездетной А я и не собираюсь делать аборт Вот и отлично Тогда у меня к тебе есть деловое предложение У вас ко мне? Да Ты родишь этого ребенка И отдашь его мне Что? Да вы вообще с ума сошли Не смей мне грубить Я сейчас предлагаю тебе прекрасный выход Из создавшейся ситуации Я даже слышать об этом не хочу А ты подумала, как ты одна будешь воспитывать этого ребенка? Я не знаю А еще я не понимаю, зачем он вам У меня нет детей И уже никогда не будет А твой ребенок от Бориса Я никогда не отдам вам своего ребенка Слышите? Никогда Предложение Марины стало для меня полной неожиданностью И страшно возмутило Но я почти сразу поняла, что она права На что мне было кормить ребенка? Как его воспитывать? Мне было тогда всего 19 И ни профессии, ни жилья своего И знаете, вдруг я подумала Что может быть будет правильно принять ее предложение? Постой-ка Борис, пойди-ка сюда Говори ее Варя Ты все знал, да? Быть не заодно А может быть ты вообще со мной спал специально, чтобы я вам ребенка родила? Что ты несешь? Да я любила тебя А ты предатель Варя, успокойся, тебе нельзя волноваться Я ненавижу тебя И ребенка никогда не отдам, понял? Я сама его воспитаю Пусти Погоди Марина Я... Я ухожу Что? Я ухожу с Варей А ты, наверное, забыл, каким ты ко мне пришел Абсолютный нищий С жалким комплектом белья В рюкзачке Вот если уйдешь То абсолютно нищий Я согласен Тебя это не смущает? Борис с Варей уехали в город Сняли скромную квартиру Борис получил от Марины развод И женился на Варе Вопреки угрозам жены Он сохранил бизнес И его доходов хватало на то, чтобы обеспечить семью Редактор субтитров А.Семкин